Добрый день, друзья! Сегодня мы опять на прогулке в окрестностях нашего Шенефельда. Справа Берлин, слева наш Шенефельд. Вышли прогуляться возле участка дороги, который совсем недавно построили и открыли. Вот такой красивый дорога ведет к станции метро, но в общем-то в тупик, потому что дальше находится гимназия, и это тупик, но красивая дорога. А вот за дорогой мы увидели сооружение, которое нас заинтересовало. Какие-то деревянные конструкции пронумерованы, и мы так думаем, что, очевидно, когда-то здесь была стоянка. Стоянка автомобиля, очевидно, заброшенная. Эти конструкции уже какие-то гнилые. Ну, все еще стоят. Ну, это мы так предположили. Может быть, это было что-то другое. Сегодня такой пасмурный день, но хоть появляется солнышко. Три дня мы его вообще не видели. Был снег, был дождь, но сегодня все подсохло. Здесь дороги строят очень интересно. Дороги всегда без луж, потому что возле дорог вот такие морыки, канавы, рвы, как их назвать. Чтоб сбегала сюда вода. На дорогах воды не бывает, как правило. Ну, и рядом тротуар. Тоже новый тротуар проложенный. Тротуары тут все мощеные плиткой. Ну, а справа, справа пока не уложенная территория. И вообще это задворки какие-то. Здесь бурья, кусты. Ну, а впереди железная дорога. Буквально прямо пойдешь и пускнешься в сеточный забор, который ограждает эту железную дорогу. Здесь у нас станция метро, поскольку в Германии все это как-то едино, метро и железная дорога, то вот здесь у нас выход метро. Ездят в авгончики метро и ездят поездом железная дорога. Может, сейчас что-то проедет. С правой стороны модульный городок. Мэрия уже прислала журнал, отсчитывается о проделанной работе. Вот там этот участок показан дороги, показан модульный городок. Но мы еще не переводили, что они о нем пишут в этом модульном городке. Он законсервированный. Вот там синий, серый, седой цвет такой. Ну, а впереди железная дорога. К ней не подойти, потому что, опять же, ров такой. И зона отчуждения, сеточный забор, за который зайти не получается. Ну, вот это вот зона, где мы гуляем, потому что тут практически не бывает машин. Если кто-то заблудится, поедет в тупик, потом возвращается. Но зато под вот этими осинами мы собирали под осиновики красивые оранжевые грибочки. Вот там впереди мы видим вагончики. Это железная дорога. Вот один товарищ уже заблудился. Ну, повернул налево. Если пойдем направо, вот идут гимназисты, там гимназия, там тупик. Обычно возле дорог они создают вот такие холмы из земли. Для чего не знаю, но здесь они сделаны. И с правой стороны, и с левой стороны. Очевидно, здесь когда-то была станция остановка автобуса. Но сейчас автобус сюда не ходит. Вот там вагончики. И там ходят поезда. А слева огромная стоянка автомобилей. Там кусочек вдалеке виден. Ну и многоэтажки, это уже Берлин. То есть мы совсем рядышком живем из Берлина. Вот я сейчас подхожу к этой зоне отчуждения. Крутой спуск вниз. Ну и кто-то привез, бросил мусор. Ссорят, как и у нас. И вот за сеточным забором зона отчуждения. А дальше железная дорога. Цистерны стоят. Вагоны какие-то. Ой, слышно детей. Закончились занятия и детвора как раз из гимназии идёт на станцию. Значит скоро будет поезд. Очень много ежевики здесь. Прям целые заросли. Ну вот место, где мы обычно гуляем. Парков у нас здесь в Шенефельде нет. Идти в Берлин далековато. Ну гуляем. Вот здесь в окрестностях тихо, спокойно. Ну иногда идут дети из гимназии. Вот на горизонте гимназия. Сегодня вы со мной прогулялись в окрестностях Шенефельда. Возле станции метро. Возле железной дороги. На этом всё. Пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok